С днём рождения, союзники! Я уже сказал вначале и хочу повторить слова благодарности всем, кто является нашими верными союзниками. Всем, кто присылает на телеканал «Союз» свои сюжеты, программы, видеосъёмки из самых разных уголков мира. Всем, кто трудится для наполнения эфира душеполезными, интересными материалами. Всем, кто щедро делится своими талантами. Пусть Господь благословит вас за ваши труды. И сейчас я хочу уступить место в эфире талантливым людям, чьё творчество стало одной из визитных карточек телеканала «Союз» арт-группе «Ларго». Расскажите, пожалуйста, как началось ваше сотрудничество, знакомство с телеканалом «Союз». Ну, просто в интернете я нашёл страничку телеканала «Союз», а это оказалось не страничкой телеканала «Союз», а страница Дмитрия Байбакова, директора и создателя этого телеканала, и я ему скинул песню «Слава Богу за всё». Ему понравилось, потом мы полетели на гастроли в Сургут, сняли два песнопения, это было «Херувимская» и «Искупированный ИСИ». И мы отдали на «Союз» эти два видео, очень понравилось. И вот это был 2017 год, и тогда первый раз мы появились на телеканале «Союз». С духовных песнопений, получается, наша дружба и наше союзничество началось. Вот когда мы сняли именно в Хмао, в Сургуте эти два песнопения, и люди увидели их в интернете или на телеканале «Союз», получился такой бум, потому что к нам начали писать в социальные сети, в директ, и просили ноты этих песнопений. Вот, например, «Херувимскую» мало кто слышал вообще. Когда мы ее исполнили, Еленинскую и Херувимскую, просто, я не знаю, сколько раз мы уже отправляли ноты, ну, как минимум раз 50 разным людям мы отправили. И она уже пошла в народ, и люди ее поют. Мы приезжаем в некоторые храмы, а мы вот после вас начали петь именно эту Херувимскую. И так хорошо звучит. Благодаря телеканалу «Союз». И же теревыми теревыми тайно, тайно образующе. Нас вообще этот процесс как-то увлек взаимодействие с телеканалом. Мы, честно говоря, вначале не ожидали. Ну, то есть это был для нас реально такой вот подарок. Ну, как, наверное, Божий какой-то промысел о нашем коллективе, что мы стали больше духовной музыкой заниматься, более усиленно в этом направлении двигаться. Стали снимать различные песнопения в различных храмах. И нам кажется, что в этом есть некая потребность даже вот аудитории канала. Потому что это тот контент, который стал таким, скажем, ну, достаточно качественным. То есть мы уделяем большое внимание качеству съемки, подготовки на студии, вот когда мы записываем какие-то определенные песнопения. Но это стало частью нашей творческой жизни. И не только творческой, но и, конечно же, духовной. Поскольку после вот всего этого изменения в нашей жизни направления музыки, то есть мы пели до определенного момента только светскую музыку, только классику. Но когда в нашей жизни появился и владыка Павел Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский, потом появился телеканал «Союз», то в нашей жизни появилось много православной христианской музыки. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устьях моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кроссы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесе мимя Его вкупе. В зисках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. Все ищи во зла, и Господь услыша, и от всех скорбей Его спасей. О полчится, ангел Господень, но крест боящийся Его избавит их. Кусите, видите, яко благо Господь, блажен муж и же уповает к нам. Бойтесь, Господа, всесвятие Его, яко не с лишения боящимся Его, богатие, обнищаша и взалкаша, взыскающие же Господа не лишаться всякого блага. Придите, чадо, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя живут, любят дни, видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твой еженег глагола тельсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни на праведные, и уши Его молитву их. Лице же Господни на творящая злая, ей же потребите от земли память их. Гос, ваша праведни, Господь услыша их, и от всех скорбей их избави. Близь Господь сокрушенных сердцем, и смиренные духом спасеть. Многие скорби праведны, и от всех их избавит я Господь. Гранит Господь вся кость их, не едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат, избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. И благодаря телеканалу «Союз» мы придумали такую форму концертов, праздничный духовный концерт. Потому что мы поняли, что нужно давать людям и радость, и духовность, и просвещение, и какую-то нотку душевности. Это все сочетается в наших концертах. Мы поем и духовную музыку, и классическую, и советскую эстраду соединяем в одной концертной программе. Это получается такой, ну, как бы, синтез разных жанров, но он так хорошо идет, людям нравится, и что люди очень благодарят после концертов именно за такую форму взаимодействия. Все мне ясно стало, чтобы программа была разнохарактерная, чтобы в какой-то части программы народ улыбнулся, посмеялся, попел вместе с нами, в какой-то части немного погрустил и задумался о чем-то внутреннем, о каких-то своих внутренних переживаниях. Ну, то есть это, скажем так, вот с театральной точки зрения, концертная программа, там не просто так подобраны номера, а во всем этом есть определенный замысел, и смысл, и все это мы делаем втроем. То есть у нас нет ни режиссера, ни директора, ни продюсера, ни, в общем, человека, который бы нам указывал, что нам делать. То есть мы абсолютно втроем, с самого начала создания нашего коллектива, занимаемся всеми этими вопросами. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Ой, снег, снежок, белая метелица, говорит, что любит, только мне не верится. Есть ли города, в которые бы вы хотели поехать? Все. Но у нас есть... Мы хотим выступать в Екатеринбург. В Екатеринбург у нас. Потому что переканал Союз там находится. Никак мы в Екатеринбург не доедем. Ну мы были вот недавно, да? Нет, мы в Тюмени были. А, в Тюмени, совсем рядышком, да, проезжали. Но там рукой подать, и поэтому, как говорится, вот мы все ближе и ближе, наш круг должен, наверное, все-таки когда-то мы доберемся до этого города, и встретимся наконец-таки с директором и создателем, с человеком, который дал такую вот телевизионную историю нашему коллективу. Да, Екатеринбург такой хороший город, который... Очень много людей из этого города пишут, приезжайте с концертами, но пока вот Господь не управил. Ждем встречи. Ну, я попрошу вас поздравить телезрителей и сотрудников канала от себя лично и от всего коллектива с 15-летием. Ну, это, да, такой замечательный юбилей, который празднует, наверное, вся Россия и все телезрители телеканала, потому что телеканал Союз – это очень теплое, душевное и такое возвышенное ощущение у людей, когда люди смотрят этот телеканал. Богослужения, концерты, какие-то передачи, интервью – это все создано с огромной любовью, все сделано с большой колоссальной любовью в первую очередь. И мы хотим от себя лично, конечно же, поздравить процветание, здоровье крепкого всем, всем – и телезрителям, и работникам, союзникам. И, конечно же, мы рады, что мы являемся вашими союзниками. Это для нас огромное счастье. С днем рождения! С пятнадцатилетием! С праздником, друзья! Мира в душе! И побольше союзников! Многое лето, многое, многое, многое лето! Многое лето, многое лето! Многое лето! Спасибо за добрые пожелания! И будем надеяться, что Господь управит, и сбудется эта мечта наших друзей – посетить Екатеринбург, побывать в студиях Союза, лично пообщаться с теми, с кем уже несколько лет они так верно дружат. Ну а пока наш праздничный эфир продолжается. И я еще раз поздравляю всех союзников с днем рождения!